МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это для вас особый случай. Стой, Падаль! Где за тебя? Я тебя чувствую. А, вот иди. Я уйду. Треба было его на веснище. До Харкова и в дурку. Так не берут его. Он же ж у нас не больной. Ну, значит, смотри, как всегда. Я с ним разговариваю, ты валяшь сзади. Петя! Петенька! Это я, Иван, Ваня. Ваня, все хорошо. Ваня, они здесь, в лесу. Это учура. Тихо, 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 тихо. Ваня, а как же фрицы? Фрицы переловили их уже давно все. Придурок. Слышу, я слышу. 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 Тихо, тихо, тихо. На. Люди! Чего горлянку дарешь? Ой, батюшки, люди, что же это делается? А что случилось? Там Афанасич в лесу застрелен. Где? За мертвым овражком прямо на поляне. Ой, лихо. Август 45-го, село Липцы под Харьковом. Убит фельдшер Подгузкин Иван Афанасич. 37 лет. Работала группа Леонида Журавля. Скажите лучше, как вам мое приобретение? О, знаете, никогда. Не понимал толк в этом. Сейчас, ну вот, все же гораздо проще. Выбрал себе запись любую. Да и то, это уже вчерашний день. Нет, пластинки, это не просто музыка. Да, да, я слышал про особый звук. Но сейчас, знаете, такие звуковые эффекты, что от старой пластинки не отличишь. Сама по себе вещь интересная. Дети, наверное, уже не знают. Ну, а так, воспоминания для старших поколений. Я не об этом. Пластинки – это капиталовложение. Да? И сколько они стоят? Вот эти две не очень дорогие. Ну, так, путевка в Египет. Но через пару лет будут стоить, конечно, гораздо дороже. А вот это, вот это трофейное. Вот. Ей уже сейчас цены нет. Ну, к сожалению, цена есть всему. Ну, как измерить цену? Цену жизни, например. Точно не скажу, но это не значит, что ей нет цены. Я по Орехе пошла, а тут, вон, Афанасьич. Вон. Понятно. Разберемся. Калинин, не трогай его. Надо экспертов дождаться. На нем немецкий китель. Да я вижу. Танковые войска. Гляди, грамотный какой. Тут ж ни одной нашивки. Я знаю, кто Афанасьича убил. Кто? Петя. Кажись, все. Звезешь на рынок, нехай пороскуповують. А когда продам, тогда что, а? Ты спершу продай. Что ты дивишься на меня? Поехай, поехай. Пошли, пошли. Пошли. А ты чего? Возле тела сидишь, а следы? Следов нет, я осмотрел. Стреляли издалека. А где Степа? В село пошел со свидетельницей. Есть первый подозреваемый. Он что, один пошел? Ну да. Кто-то должен был остаться с ним. Два входных отверстия. Судя по всему, стреляли оттуда. Льда Степанівна, доброго дня. Вы до Ивана? Я ж тороплюсь. Та же не спешите. Вбили его. Как? Когда? Коли не знаю. Его в лесу Фроська не шла. Милиция с города приехала. А ты-то что делаешь? Так я... Милицию жду. Можем разом почекать. Ласка, ходьте. Не надо за мной идти. Есть гильза. А что по личности жертвы? Иван Подгузкин. Местный фельдшер. А кого тут в Липцах лечить? Тут и жителей-то нет. Есть. Пять жителей. Их и лечил. Не густо. Но тем быстрее всех опросим. Мы в село. Про меня не забудьте потом. Вас медики заберут. Они уже на подъезде. Идем. Он Афанасьича убил. И этого сейчас убьет. Ивинца. Он. Брось ствол, идиот. Ты на кого полез? На героя войны полез. Что стали текать? У него оружие. У него пистолет не заряженный. Мой-то заряженный. Он с твоего стрелять не будет. У него пальцы только на одной руке сгинаются. Что здесь происходит? Не бойтесь. Мы с Иваном вчера все патроны повитягали и попрятили, чтобы не знайшел. Адрес. Зинаида Петровна? Людочка. Доброе утро. А где Иван Афанасьевич? Убит Иван Афанасьевич. Что? Как убит? Людмила Степановна, Яшка сказала, что вы здесь. За вами послали. Что? Петр милиционера подстрелил скорее. Идем. Он же гадость какая, а не человек. В окрестностях села Липцы Харьковской области в 1945 году обнаружен застреленным местный фельдшер Иван Подгузкин. На нем был немецкий китель. На месте преступления сыщики обнаружили одну отстреленную гильзу. Местная жительница сообщила, что убийцей может быть фронтовик Петр Громила. Он привез с войны пистолет. Из-за контузии часто себя не контролировал. Был агрессивен. Ему чудились в лесу недобитые отряды немцев, по которым он вел беспорядочную стрельбу. Местные мужчины с пониманием относились к состоянию Петра. Ловили его, отбирали на время оружие. Но потом возвращали пистолет владельцу. Когда оперативники пришли к фронтовику, он ранил одного из них. Что же это вы, Петр Александрович, на сотрудников уголовного розыска нападаете? Контузия. Временами не соображаю. Ваня знал. А что же вы пистолет не сдали? Мне местные пожаловались, что вы частенько в людей стреляете. Немчура. Фрицы в лесу прячутся, недобитки в хутор прийти хотят. Нет здесь никаких немцев. Ошибаетесь. Есть они там, песни свои поют. Слышу я их. Вы фельдшера убили. За немцев приняли. Не помню. Ничего не помню. Ну, вы же сами видите, что я вот нормальный, а через минуту... Да что же вы не лечитесь? Не берут его в невралгию. Слишком хлопотно. Он мужчина сильный, а там не привязывают. А в психиатрию мы ложиться не хотим. Наломал ты дров. Людочка, прости меня. Не хотела я вам. Если вдруг что, пусть ваши медики его уколют. А как там мой Архаровец? Жить будет. Петр Александрович, вам придется с нами проехать. Собирайтесь. Можно я попрощаюсь? Петр Александрович, вам придется. Враги у фельдшера в селе были? Да какие-то враги. Ты же сам говорил, он тут при немцах был, врачевали. Все были. Я, и Васька, и Люда Степаневна. Меня не было. Бо ты хату свою покинула и гепки дала. А потом, когда наши начали наступать, немцы их снова в яр. Отдыхали, та и... Жена Петра и дочь, все там, в овраге. А Людмила что здесь делала? Она же медсестра. А у нее молец. Вот и не призвали. А тебя с фельдшером немцы почему не расстреляли, а? Или вы их как-то подмазали? Втекли мы, та и в лесе ховались. Е. Гильза ту, которую мы нашли в лесу, чкаловской маркировки. И та, которая мне ухо. А коробки Барнаулочского завода. Калинин, вот этим пусть занимаются эксперты. А ты иди ухо лещи. Пойдемте, вам отдохнуть нужно. Вы с фельдшером почему у Контужного пистолет не отобрали, а? Так мы забирали, але ж он потом Ивану життя не даёт. Приходит, сидит под векном, пока то ему цей пистолет не вынесет. Пистолет-то наградный. А патроны эти откуда? Мы от него ховали, а он от нас. От него этих патронов? Во! Все слишком просто. Что, не верите в виновность Петра? Ну а... А как же признать мне? Там сказано, что он не помнит, как он застрелил фельдшера. Да, у него было психическое расстройство, явное психическое расстройство. А тут ещё увидел немецкую форму, стрелял без разбора. Ну, можно понять, контузия, потеря близких. Ну, всё так. И фельдшер тоже это знал. Единственное, что я не понимаю, это зачем фельдшер надел немецкий китер. Вот отличный вопрос. Люди ещё не привыкли к мысли, что война закончилась. Все ненавидят фашистов. А тут фельдшер берёт и рядится в фашистскую форму. Да. Не совпадает. Кроме того, кителю битому мал в плечах. Медики нашли у жертвы вывих плечевого сустава. Но сам сустав не опух. Ну, и что это значит? Это значит, что его руку завели за спину до предела. Но этого оказалось недостаточно, чтобы продеть руку в рукав. Поэтому применили силу и травмировали сустав. Если бы жертва была жива, она испытала бы боль. А потом началось воспаление. А его нет. Теперь по оружию. В обойме не хватало пяти патронов. Так, давайте посчитаем. Два выстрела, чтобы убить. Два, чтобы сделать дырки в кителе. И пятый выстрел в нас вчера. А гильз на месте преступления я нашла одну. Чёрт. Это не контуженный. Он не стал бы гильзы собирать. Плюс маркировка патронов. Действительно разная. Ни в одной из коробок таких нет. Что-то ещё? Медики говорят, смерть наступила вчера с пяти до шести вечера. Пальчик один. Интересный на патроне есть. Не принадлежит хозяину оружия. Спасибо. Выдвигаемся в Липце. Покупаем пластинки. Девушка, пластинки покупаем. Патефон нужен. Ну шо? Да кому твой патефон нужен? Людям пожрать нечего. Они твои пластинки будут слушать. Ты за людей не решай. Сыну надо скинуть. Требай баночку. Покладешь біля простарады. Та ты шо? Лягав я по всему. Продавай. Якщо хтось питає, доболакаюсь с ним, где найти его адресу, а потом шепнешь мені. Сыну. Давай. Пластинки. Покупаем пластинки. Не проходим мимо. Надо было еще вчера его дома смотреть. Да кто ж знал, что наш убийца не убийца. Все было ясно, как день. А ну стой. Следы от телеги. Ну и что? Да свежие еще. А других следов от колес не видно. Значит, телега прошла по двору только здесь. Быстро в дом. Привет. А как тебя зовут? Федя. А мама дома? А это вы? Доброе утро. Извините, что я к вам так валился. Ничего. А я тут уборку затеяла. Да. А это ваш сын? Да. А как ваше ухо? Хорошо. Все нормально. Уже не болит. Спасибо. А мы тут приехали дом фельдшера осмотреть. Вы же там часто бывали? Поможете? Идите, я сейчас уборку закончу и вас догоню. Хорошо. Да. Здесь явно что-то искали. Вот тут прямоугольное что-то стояло. Может, чемодан? Там патефон был. Спасибо, что пришли. Посмотрите, может, еще что-то пропало? У Ивана здесь лекарство было. Я ему раз в неделю привозила из Харькова в областной больнице работу медсестрой. А почему у фельдшера, как и вы, в больнице не работал? Работал. В прошлом году. Зимой уволился. А потом сюда фельдшером вернулся. Потом меня медсестрой звал. Я отказалась. Потом подумала и согласилась. Мне так удобнее было. Сына чаще вижу. Я одну смену брала не в больнице, а по месту. Денег нету. Иван их тут прятал. Много? У кого их теперь много? Скажите, это правда, что фельдшер с фрицами якшался? Что значит якшался? Каждый зарабатывал как мог. Иван хорошо в травах разбирался. Он одними травами мог человека на ноги поставить. Немцы платили, а он им на стойке делал. Скажите, а почему фельдшер из больницы уволился? Так у него роман с ночмедом был. Потом все, и кто от кого избавился, я не знаю. Да, был у меня с ним роман. И что? Вспомнили? Тогда объясните, что вы делали вчера вечером в доме своего бывшего любовника. Людка растрепала. Какая разница? Я Ваню из больницы поперла за то, что он препараты таскал. Ответьте на вопрос, что вы делали вчера вечером в доме Подгузкина. Ругаться пришла. Опять препараты пропали. И аккурат после его прихода. Три дня назад приходил, ночью меня вызвали. Он до утра остался. Вернулась, его уже не было. Вчера кинулась, лекарства пропали. Тогда я и поняла, чего это он после стольких месяцев пришел. Ну а зачем ему лекарства? Он их и так получал. На те лекарства, что он для села получал, желающих не слишком много. А на те, что мы от союзников получаем, а на то желающих тьма. Известно, что поддержать настроение и расслабиться после тяжелого боя помогали фронтовые 100 граммов. Начиная с 1942 года, госпитали и фронтовые врачи стали получать амфетамины, нейростимуляторы и препараты с высоким содержанием кофеина. В рамках союзнической помощи Великобритания поставила в СССР несколько эшелонов с препаратами бензидрин и метидрин. Оба содержали амфетамины. А США по Ленд-Лизу снабдила армию 40 миллионами таблеток Кола. В основном эти препараты распределяли между бойцами передовой, летчиками и штурмовыми группами во время городских боев. Препараты помогали преодолевать страх, усталость и боль ранений. Их также применяли при проведении операции и дальнейшей реабилитации раненых. Часть психотропных препаратов попадала в тыл и распределялась между больницами, но строгий учет не велся, так как зачастую эти лекарства применяли без огласки. Еще почти год ими пользовались в госпиталях всей страны. Медработникам было строго приказано избавляться от упаковок таких лекарств. Препараты пересыпались в чистые емкости и выдавались за отечественное. Ясно. Ну вот вам и первая ниточка. А? Если фельдшер сбывал краденые лекарства, то наверняка деньги у него водились. Мог с кем-нибудь не поделиться прибылью. Ну, знаете, Артем, в то время даже опиаты стоили недорого. И потом вряд ли это были большие деньги. Хотя обменять на продукты можно было очень выгодно. Значит, вы думаете, что это все-таки любовница могла, да, убить из-за обиды, ревности? Ну, а что? В принципе, возможность у нее была. Про контуженного она знала. И алиби, кстати, у нее нет. Вы пропустили результат экспертизы. Смывы с ее рук и одежды следов пороха не выявили. Не начмет. Так, работаем дальше. Степа, нашли, куда сбывают краденые? Да ищем, Лень, ищем. Дай время, найдем. Плохо ищем, Степа, плохо. Так, что у тебя? Я проверил прошлое этого подгузкина. Ничего, спрашивал у информаторов, тоже пусто. Если он даже приторговывал краденными медикаментами, то очень скромно. Плохо, Андрис, очень плохо. Ну, тогда за что его? За что? Слушаю. Да, я. Где? Отлично. Продолжайте пасти. Поздравляю. Потифончик всплыл. Ну, хоть что-то. Так, выдвигайтесь. Быстрее. Быстрее, быстрее. Расслабились. Вон наш клиент. Так это же Василий Резовый, из Липеца. Круткий. Я проверил. Он приехал в тот день, когда вы на Трублипси поехали. Время сходится. Кроме пластинок и патифона, толкает ленд-лизовские препараты и наркоту. Наш клиент. Будем брать. Попозже. Спасибо. Патифончик. Новый? А почем патифон? Недорого. Хотя, зачем мне патифон? Да это не мое. Закатилось, видать. Сейчас в отделение проедем. Я тебя раскатывать буду. Стряхать. Больно. Адрес. Присмотри, пожалуйста, за вещами. В отделение его. Люда? Люда! Здравствуйте. Добрый день. А что вы тут делаете? А мы тут патифон нашли и вот пластинки. И убийцу, возможно. Да, это пластинка Ивана. И это его. Слушайте, а вот это не его? Может, у кого-то у другого украл. Это, кстати, и ваш односельчанин, Васька Резвый. Да? Жалко, парни. Не той дорожкой пошел. Калинин! Я тебя просил за вещами посмотреть, а не... Здравствуйте. Узнаете вещички? Да. Пластинки, патифон и ван. Ну, отлично. А подойдите сегодня к нам в отделение. Оформим официальное опознание. Или сейчас, если у вас есть время. Нет, сейчас не могу. Ну, ладно. Ну, что замер, Ромео? Пошли. Давай. До свидания. Пошли, пошли. Ну, Вася, допрыгался. Сейчас придет наш эксперт, откатает твои пальчики и говорит, тогда уже будет поздно. Я же что, я человек простой, мне велели продать. Продаю. Ну, жрать, жрать-то охота. Ты на жалость не дави. Мы справки навели, ты и до войны тянул то, что плохо лежит. Это вы фельдшера убили, да? Позарились на его добро? Не я, клянусь, не я. То есть Яшка ко мне прибег. Говорит, пока минуты не пришли, чего добру пропадать. Тримай. Патефон, держи. Пластинка. Яшка, не к добру это все. Да я тебя прошу. Ну, до чего у Ивана нема, никто ничего не скажет. Да ты шо? Шо там? Вот це нам пощастило. Тримай. А, может, просто деньги найдем, а? А це тобі шо, не деньги? Давай швидше. Яшка фельдшера убил. Или вы вместе? Говори. Не слушайте вы меня, я только добро. Добро на рынок снес. У Яшки немного уже плечи, чем у фельдшера. У Яшки хититель немецкий был? Был! Ну, был. Значит, ты утверждаешь, что это все твой приятель. А ты ни при чем. Но на рынке стоял ты. Сесть хочешь? Ладно, посиди у нас пока. А мы пока с твоим приятелем потолкуем. Встал. В окрестностях села Липцы Харьковской области в 1945 году обнаружен застреленным местный фельдшер Иван Подгузкин. На нем был немецкий китель. Из дома убитого пропали дорогостоящие лекарства, патефон, пластинки и деньги. Через несколько дней на стихийном рынке задержали Ваську Резвого, односельчанина Подгузкина. Он продавал вещи убитого. Васька признался, он и Яков Кривой, узнав о гибели фельдшера, ограбили его дом, вынесли все ценное. Резвый уверяет, к убийству Подгузкина он отношения не имеет. Девушки отдыхают. Здесь одной пластинки не хватает. Мы сегодня на рынок, когда ходили, Люда подошла и взяла одну пластинку. Ну а потом Степа подошел. В общем, она пошла с пластинкой, а мы же Яшку, когда привезем, я бы мог сходить за веждоком. Влюбился? Сама принесет. Свободен. Так, Яков Кривой, 26 лет. Слушайте, ну если это он, ему нужно отдать должное. Как лихо он всех провел. Ну, контужен он узнал. Про его приступ тоже. Китель немецкий у него был. Интересно, а мотив какой? Вот и оперативнику Журавлю. Это тоже было интересно. А мы сейчас это и узнаем. Из протокола задержания и допроса Кривого. Все. Здоровья ж. Здоровенький былы. Потолковать надо. А шо трапалось? Хорошая телега за домом. Твоя? Как думаешь, если сравню колеса этой телеги, с колеей дома фельдшера совпадет? Ну, давай. Только попробуй. Стоять! Руки! Пшел! Зря ты, Яша, молчишь. Мы же все равно все узнаем. Не вбивав я, Ивана. А китель твой где? Ты по весне еще на тканину продал. Вот что ты, Яша, за человек, а? Вроде корешился с фельдшером. А потом взял и обокрал его. А может даже и заболел. Да лайном был Иван. Весь кутер про это знает. Да и Петра он на хуторе держал только для того, чтобы лекарства получать, а потом продавать. Да кому он их продавал? Так он, диду Матвеичу, нога у него болит. И он же Петра не просто так полису ловил. Он ему же потом платил. Ну что, плохи твои дела, Яш? Смывы показали наличие пороховых газов у тебя на руке. Смывы показали наличие. Я же в лесе с Иваном Петра зловили. Я же потом цей патрон, який в стволе залишился. Я же его потом отстрелил. Ну, правду скажу, отстрелил. Степ, осталось только пальчики на патроне проверить. Пошли, Яша. Посиди, я Федю позову. Хорошо. Вы? Здравствуйте. Я за пластинки пришел. Я сейчас. Здравствуйте. Меня адрес зовут. А вас? Он мне говорит! Это мой муж, Николай! Муж. Я ее, наверное, в больнице оставила. Я вам принесу. Мне же нужно будет вещи Ивана осмотреть. Да? Да, конечно. Я пойду. Ах, Малева, Августин, Августин, Августин. Ах, Малева, Августин, Августин, Августин. Пальчики на патронах не совпадают. Значит, пистолет контуженного Петра заряжал не Яшка и не Васька. Но отпускать все равно не стоит. Мало ли кто пистолет заряжал. Пока все против них. Че, Ромео, получил от ворот-поворот? Тихо, тихо. Успокоились. Я думаю, что контуженный действительно слышал немецкие песни в лесу. Сегодня сын Люды пел песню «Мой любимый Августин». Я тоже эту песню знаю. На немецком! Интересно. А кто научил пацана немецкому? Мы же, покуда немцы в селе стояли. А может, и нет. Да че гадать. Вот Люда придет у нее и спросим, да? Адрес? Ну, так бывает. Ну, я что-то не вижу показаний Людмилы. А это потому, что она не пришла. Не смогла в тот день? Людмила Рябчук пропала. Больница на смену не вышла, и дома ее тоже не было. Сбежала. Почему? Вы читайте. Сейчас начнется самое интересное. Чкаловский завод. Ты понимаешь, что ты упустил убийцу? Потому что не головой думал, Адрес? Чем пониже? Твою мать! Ромео, чертов! Пятна крови. Это вы? Доброе утро. Извините, что я к вам так валился. Ничего, а я тут уборку затеяла. Здесь лежал раненый. Это ее муж Николай. Я, когда его видел, он себя неважно чувствовал. Если ранения серьезно, далеко не уйдут. Хотя могут спрятаться. Терпу, еще совсем не надо. Не могу. Мила, не надо. Понимаешь, надо. Папа, папа, ну давай, давай. Пошли. Пошли. Пошли, стой, 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 стой. Пожалуйста, вставай. Вставай. Пошли, пошли, пошли. Пошли. Пожалуйста, идем. Пошли. Мали бы. Данки еще. Пошли. 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 Пошли, пожалуйста. Не смотри. Не смотри туда. Все, кроме него, выйдите. Выйдите, пожалуйста. Ну что, Николай? Документов при тебе не нашли. Так кто ты? Нет. Вот только не надо. У меня минимум пять свидетелей, которые видели, как ты разговаривал на вокзале, где тебя нашли. Люда убила? Я. За что? Фельдшер выдать меня мог. Люду покрываешь, да? Я защищал сына и жену. Федя мой сын. Люда ничего не знала. Прошу вас, не трогайте ее. Разберемся. Немец. 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 Немецкий солдат и наша медсестра. Ну так ведь сыну Людмилы семь лет, а танковый полк Ганса Лемона зашел в Харьков только в 42-м. Что-то не сходится. Их история началась гораздо раньше. В 35-м году молодого красавца-инженера прислали в Харьков. Тогда шла индустриализация. Вот и много по всему союзу было американцев, немцев. Вот тогда они с Людмилой и встретились. Так она же совсем молоденькая была. Лет 20, не больше. Ну, любовь на возраст не смотрит. Ну, тогда в 36-м году всех иностранцев выслали. А Людмила спустя 8 месяцев после отъезда Ганса родила мальчика. Значит, про сына он ничего не знал, да? Ну, только в 42-м году, когда в увольнительную в Липцию поехал, вот там они снова и встретились. А вот по результатам экспертизы на гильзах были отпечатки пальцев Людмилы. Так ее взяли? Да. Выходи. Ну, я думал... На выход. Давайте сразу избежим ненужного трепа. Пальчики на патроне ваши. Кроме того, есть результаты обследования гражданина Лемона. Он физически не мог убить. У него серьезное ранение. Это контуженный две недели назад его стрелял? М? Говори. Черт, я в печку. Надо было его сразу в психушку прятать. А я жалела. Ганс с Федей в лесу гулял. Учил его немецкому. А тут и Пете приступ случился. Это он и побежал в лес. Стрелять. Коля! Коля Николаевич! Посмотри на меня. Посмотри на меня здесь. Я рану осмотрела. Пулю сама не вытащу. Нужна помощь. До больницы мы его не довезем. Давай к тебе. Давай. Помогай. Быстрее. Подержись. У Ганса хороший русский. Но с акцентом. Сразу понятно, что он немец. Я поэтому всем говорила, что он немой. А тут, когда Иван ему опять вколол и пулю доставать начал, Ганс, наверное, в бреду говорить стал. Волей. Сейчас. Жить будет. А я думал, твой кулька немой. А он, оказывается, говорит. Да, Мэр Либер. А ты и фельдшера хорохнула, чтобы никому не рассказал, что ты немецкая подстилка. Я не подстилка. Ганс мой муж. Отец моего ребенка. Я люблю его. Тогда за что? Он заставил меня с ним спать. Я убежать хотела, но Ганс слаб был. Я оказалась полностью во власти Ивана. Он делал, что хотел. И тут у тебя ловное терпение. Да. Ему было мало того, что он из меня шлюху сделал. Он еще и сборовку из меня сделал. Это лекарство из больницы таскало. Таскало. А потом он сказал, что Ганса надо бросить. А Федьку в детдом. Хорошо. Женится на тебе, что ли? У меня есть муж и ребенок от него. Ну и что? Ублюдка твоего фашистского в детдом сдадим. Там из него сделают человека. И с фрицем твоим разберемся. Ты шутишь? Я люблю его. А я тебя люблю. Решено. Женясь. Раздевайся. Присядь. А тут Яшка зовет. Упейте приступ. Я и решила, что это мой шанс. Дальше вы и так знаете. Пистолет украла. Китель Ганса. Ну а патроны откуда взяла? В больнице кто-то оставил. Из кармана забыла выложить. Вот домой притащила. Да если бы у меня был хоть один шанс. Я бы не убивала. Я бы не убивала. Я не убийца. Ты не убийца. Ты предательница. Их как ты к стенке ставят. Суд решит. К стене или не к стене. Ты меня понял? Суд решит. Людмила Рябчук и Ганса Лемона расстреляли в ноябре 45-го. А мальчишка, наверное, в детдом? А куда же еще? Родственников у Людмилы не было. А у меня остался вопрос. Помните пластинку, которую Людмила забрала на рынке? Что на ней было? Немецкая песенка. Ах, мой милый Августин. Ганс знал, что с ним может случиться все, что угодно, поэтому записала эту песенку на пластинку своим голосом. Ну, чтобы у сына хоть что-нибудь на память об отце осталось. Вот к чему пластинки были.